ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуму внесен законопроект о внедрении системы «Народный инспектор». Речь о том, чтобы наказывать нарушителей ПДД на основе фото и видео со смартфонов, планшетов и прочих гаджетов. Для этого потребуется восстановка мобильного приложения и регистрация на портале госуслуг. Предполагается, что любой желающий сможет фиксировать выезд на встречку, проезд на красный, движение по обочине и другие факты грубого игнорирования правил. ТРАССА СТО ОДИН Вскоре депутатам Нижней Палаты Парламента также придется решить, повышать или не повышать сумму штрафа в рамках системы Платон С инициативой увеличить размер взыскания с 5 до 20 тысяч рублей выступило правительство страны. По мнению чиновников, благодаря этому собственники и водители большегрузов станут более ответственными. Как говорят эксперты, нет никаких сомнений в том, что думцы примут правительственный законопроект. ТРАССА СТО ОДИН Глава Роснефти Игорь Сечин поставил под сомнение пользу, которую должны принести экологии электромобили. Более того, они могут оказаться вреднее машин с двигателем внутреннего сгорания. Как подчеркнул руководитель крупнейшей российской нефтяной компании, производство и утилизация электромоторов довольно грязное дело. А еще и аккумуляторные батареи. Надо очень постараться, чтобы перерабатывать их безопасно. Более перспективным Сечину видится перевод авто на газ и другие виды топлива. ТРАССА СТО ОДИН Лада Веста может получить другой мотор. Это турбированный четырехцилиндровый агрегат объемом 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил. Производитель Рено. Это новая разработка французов, в которой вскоре начнут оснащаться модели Каптюр, Меган и Сценик. Ясно, что в таком случае вместе с двигателем на Весте придется менять и коробку передач. Американцы составили очередной список самых надежных автомобилей. Первую строчку на сей раз заняли модели Тойота. На втором месте оказался прошлогодний лидер Лексус. Бронза Укия. На четвертой и пятой позициях Ауди и БМВ. Такие популярные в нашей стране марки, как Шевроле, Форд и Фольксваген, оказались одними из самых ненадежных. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова